всем привет друзья сегодня у нас на обзоре сайт winder у дэна кубина тачка стоимостью 1200 долларов в россии спустя 20 минут эксплуатации перестала перед подавать признаки жизни наша задача предстоит разобраться в проблемке и ее решить поэтому давайте обо всем по порядку начну с того что тачками дэна кубина я интересуюсь достаточно давно как технарь в принципе мне интересно посмотреть на исполнение машинки в целом но больше всего мне всегда было интересно какие же моторы стоят внутри поскольку как-то раньше я рылся в инстаграме кубина и заметил там совсем дешманские моторы то есть вы видите сейчас фоточка и на следующей фотке вы увидите классический 180 мобучий китайский которых на том же алиэкспрессе просто пруд пруди вы можете забить в поиске и посмотреть что такие моторы стоят там 12 доллара то есть их можно купить целый мешок и у меня в голове совсем не укладывалось как допустим теоретически в тачке стоимостью 1200 долларов может быть установлен настолько дешевый мотор но это просто прям стыдоба какая-то я бы не смог так сделать во всяком случае даже если бы смог то меня бы потом тут закидали говном за такие манипуляции но обо всем по порядку давайте разберем сначала интересные механизмы то есть вот этот кругляшок регулировки хода и жесткости сделан он из металла и здесь есть очень интересная особенность вы когда его крутите он щелкает по типу как колпак на спектр аксион который регулирует жесткость принцип здесь схожий то есть вы видите вот два круленьких неодимовых магнита которые перескакивают просто с канавки в канавку сделано очень добротно и в принципе качественно за такую идею однозначно кубину лайк ну а мы едем дальше дальше нам предстоит добраться до мотора в первую очередь мы откручиваем плюсовую контактную стойку и нам сейчас предстоит добраться до контактные клеммы которая располагается внутри корпуса так вот вы сейчас ее видите такая вот длинная клемма кубин что-то пожалел термоусадки для нее вполне возможно это явилось как казалось бы проблемой так откручиваем потайной винтик который держит скажем так фальш корпус двигателя и сейчас мы в принципе посмотрим что же там стоит внутри что за мотор и как в принципе предполагалось там стоит внутри тот самый 180 дешманский мабучи это конечно же наверное главное разочарование года для меня да я думаю для многих кто смотрит данное видео ну у меня не укладывается в голове как в настолько дорогой машинке может стоять столь дешманский мотор но это просто прям чет невообразимое для меня хотя с другой стороны а бы работала и выполняла свои функции не так ли скажет кто-то вот сейчас мы проверим его на работоспособность подключаемся к плюсовой клемме а минус у нас идет на корпус двигателем то есть мотор рабочий уже хорошо потребление только в норме ничего нигде не спалено то есть все работает поэтому проблема скорее всего и заключалась в том что банально клемма закоротила просто на корпус мотора вот поскольку как видите минусового провода нет и проводником является корпус для минуса сейчас погрузим мотор в корпус и еще раз попробуем накинуть питание так подрубаем плюсик и минус на корпус и опять все работает ну вот это хорошо сейчас мы нарастим немножечко длину термоусадки который немножко пожалел кубин из-за чего тачка попала к нам на ремонт то есть только вдумайтесь насколько простая проблема то есть замкнула клемма не хватило термоусадки чтобы заизолировать ее чуть побольше вот этот момент мы пофиксили и сейчас собираем машинку обратно поэтому пока смотрите процесс обратной сборки и и и и после того как машина собрана проверяем об все работает чудеса какие собственно вот и весь ремонт я не хотел долго размусоливать по кубину то есть в принципе технически мне его машины очень нравится кубин красавчик в том плане что он постоянно что-то где-то дорабатывает модернизирует улучшает его тачки когда ты берешь в руку это действительно премиальный продукт то есть но видно что машина дорогая и если не вдаваться во внутренний мир то есть в тот же дешманский мотор то в принципе все выглядит очень добротно во всяком случае выделка корпуса прям сок я не могу ее сравнить ни с одной отечественной копии там но типа аля кубиновской потому что но у нас пока не научились делать качественно но это достаточно такой скурпулезный подход кубин лупит тачки единицами их очень проблематично купить то есть если вы зайдете к нему на сайт их продажи сейчас нет вообще они как-то у него там продаются по каким-то конкретным датам вот но в целом что хочу сказать инженерия просто топ то есть круто сделано кубина начали копировать многие точнее но принцип передачи движения это уже извините о чем-то и говорит но мотор что мотор по сути если тачка выполняет все свои задачи на отлично то с другой стороны я закрыл на это глаза но опять таки мне интересно время эксплуатации сколько проживет этот мотор покажет время на этом у меня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и до новых встреч всем пока